не делай как я таков будет лозунг да в общем то я об этом уже и говорил что это мой принцип обучения в отличие от очень распространенной и эффективной методы в армии сержантская метода в армии для солдат делай как я делай как я тупо не раздумывая повторяй как я делаю для кого-то это подходит но это совсем другая история это для отработки четких действий это для отработки ремесленных шаблонов и так далее а в творчестве где основной смысл вообще вот смысл суть квинтэссенция это сделать что-то новое причем не как сама цель сделать что-то новое а как смысл прогресса как смысл цивилизации как смысл разумного человека который не желает быть простым животным животное потребляет и размножается есть размножается есть размножается человек отличие от животных его это ну как сказано в библии его богоподобие человек создан по образу и подобию божьему человек в отличие от животных это ну совсем другое существо он наделен волей разумом и духовностью как мы говорим душой это потребность следовать своему призванию первородному призванию первородное призывание человека это быть подобным богу бог это творец это тот кто создал этот мир и он завещал людям расселив их по земле по земле и дав им отличие от тварей земных человеку бог дал точнее он ему вменил долг и обязанность быть творцами в отличие от животных просто не просто жрать и размножаться и гадить потребляя все вокруг а созидать создавать и восполнять и уж как минимум сознательно не разрушать это уже как минимум это для тех уже совсем бестолковых которые совсем ничего не могут делать им вменяется не разрушать не портить тем кто немножко что-то может руками хотя бы тому вменяется воссоздавать то есть вот ремесленный вариант ты что-то увидел ну сделай хотя бы также они хуже чтобы воссоздать то что ты только что тут съел скажем так или испортил ну а талантливым или точнее талантливые то все но те кто этот талант не продал и не пропил и не прожрал и не придал талантливым бог предназначил призвал создавать новое чтобы воссоздавать хотя бы то что проели профукали упрощенные люди создавать новое все новое все материальное и духовное а самое главное создавать то что называется красота красота это закон мироздания ну в таком простом смысле а если говорить это чуть более разумно и научно то это гармония вся система движется по гармоническим законам и физика самое гармоничное явление и математика самое гармоничное посмотрите на сложные механизмы а посмотрите на человеческий организм и и на природу это и есть очень разумная рациональная гармония взаимодействие что гармония взаимодействие отдельных частей которые создают что-то общее при этом это общее является лучше чем эти части порой скажем так гармония это разумное рациональное сочетание элементов где нет лишних где все все на месте и тогда появляется красота есть гармония это закон красота это ощущение это закон гармонии в ощущениях красота это закон гармонии в ощущениях вот так я сейчас сформулировал слово красота запишите в мои афоризмы так вот по поводу делай как я и не делай как я я надеюсь вы понимаете что лозунг делай как я это вот кстати говоря этим болеют подавляющее большинство коучей коучами я называю не тех кто настоящие учителя а те кто примазались к учительству и учат людей которые еще глупее их и учат тех кто рисует еще хуже их и вот эти наивные люди которые еще глупее и еще хуже они за этими коучами идут как бараны за пастухом да ладно пастух он хотя бы водит баранов по таким благодатным травам землями кормит их пасет пасет а что коучи дают а ничего не дают они просто с этих баранов деньги стригут так вот эти коучи все построили свои вот эти вот уроки так называемые мастер-классы они все же мастер-классы проводят построили на принципе делай как я все рецепт они раздают рецепты как с помощью этого нарисовать это или вон там помещает какую-нибудь ерунду какую-то свою и пишет как нарисовать лес акварель и так далее это же рецепт во первых во вторых ну это же не факт что именно так надо рисовать так вот этот принцип делай как я это принцип не для художников и не для творческих людей это принцип для баранов для упрощенных людей для в которые могут овладеть только лишь ремеслом не вкладывая дальше не идя ремесленник это неплохо это нормально но каждый ремесленник в общем-то стремится быть тоже творцом и художником он вынужден для рынка делать одинаковые сапоги если он будет их делать разные то он будет негодным ремесленник если слесарь будет гайки с разной резьбой точить то его выгонят но каждый слесарь может быть творцом создавая нечто новое какую-то новую неведанную гайку с неизвестной новой резьбой вот тогда он становится творцом и пусть уж меня простят простые ремесленники но в общем это дело вторичное и каждый ремесленник как каждый солдат у кого это у наполеона и у кого так сказано что каждый солдат носит в ранце маршальские жезла но подразумевая что каждый солдат мечтает стать маршалом генералом ну далеко не каждый это чисто такая условная фраза но подразумевается что плохо тот солдат который не хочет быть генералом скажем так тоже условное понятие давайте не будем опять же путать это все военные все дела война и солдат солдатская судьба и делает совсем другое все-таки художество это не выше не ниже не хуже не лучше но это другое вот художество в данном случае рисование совсем такая узкая такая специфика так вот возвращаемся ко мне я буду утверждать не делай как я не делай как я вот принцип моего обучения мой принцип обучения научить вас не делать как я делать только по-своему но опять же я сегодня поймал себя на мысли что я пожалуй вообще откажусь от такого подачи материала как уроки и мастер-классы я по шаблону да извините это часто говорю мои уроки ну это моя привычка уж вы у меня извините мой почти 30-летний стаж педагога дизайна искусства он ну меня вот немножко профессиональная произошла такой сдвиг да и я это считаю что я общаюсь с людьми я вот как бы чего-то кому-то учу менторство такое из меня лезет а есть сейчас все больше и больше понимаешь что это ну не то чтобы не скромно что это и не нужно пожалуй не мне может быть даже и людям людям нужны ведь не уроки и даже не пример мой если говорить о творчестве что нужно людям а я не знаю пусть каждый берет то что ему нужно вот так скажем давайте скажем так я не буду больше париться озадачиваться что же это я такое делаю или уроки или мастер-классы как лучше мне подать материал методически сразу возникает вопрос кому то ли это старушка на пенсии решила заняться вдруг рисованием после там я не знаю 50 лет работы бухгалтером то ли это совсем юная девочка который нравится срисовывать эти самые кого-то мультики какие-нибудь и принцесс рисовать и вот она тоже то ли это хитро 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 задый выпускник какой-нибудь школы который подыскивает такое место где поменьше работать и побольше получать они считают что да вот художник хочу рисует дорисует свое удовольствие и деньги за это получает безответственно рисует тоже большая ошибка ну пусть вот они так будут так вот а я все время между этими людьми так кручусь и думаю кому мне угодить то или есть искренние люди которые да действительно в разных в разном возрасте приходит к пониманию что он все-таки должен самореализоваться как творческий человек именно вот в этом но есть и такие люди у которых есть тяга я я я это тоже знаю и ценю таких людей я знаю примеры могу назвать фамилии людей которые ну еще пять лет назад были очень слабыми с точки зрения изобразительной грамоты сегодня смотрю их работы их усиленная работа над собой такая постоянная причем постоянная вдруг дает очень интересные результаты и я просто радуюсь за очень много глядя на их работы это тоже нормально и таким образом люди то очень 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 разные как говорится всем не угодишь вот я поймал себе на мысли что я часто пытаюсь угодить да еще и всем иногда взбрыкиваю говорю да не буду возиться с дураками не буду возиться с бестолковыми не буду возиться без таланными а такие тоже есть а как тут по интернету вычислишь тебе пишет кто но только лишь по стилистике часто стилистика речи грамота написание фраз умение формулировать мысли выдают просто дураков они кстати говоря настолько дураки что часто этого даже не понимают даже даже никнеймы выдают этих людей как выдают людей эти самые протоки наколки которые они делают в своем деле но уже сам этот самое желание сделать тату как сейчас называют да наколки понашу уже само это желание уже сразу человека характеризует а уж что он там себе нарисовал на своей своей заднице это 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 конкретно выдает человек не знаю понимает ли они что через десять лет у них очень многое поменяется в жизни в том числе и взгляды на свою задницу ладно бог с ними речь моя о том что разные люди разные и всем действительно не угодишь и я вот немножко сделал лишний крен своих вот этих вот видео записях в сторону вот этого менторство обучения уроков мастер-классов хотя изначально у меня youtube был задуманный как бы был как мой архив и просто где я делился своими работами и процессом своих работ вот а потом невольно-невольно я скатился вот чуть ли сам не стал коучем этим самым сейчас я думаю что нет все хватит я отказываюсь от должности учителя и отныне объявляю не знаю смогу ли это выполнить отныне я объявляю что я делаю свой блог сайт вот youtube в данном случае вообще соцсети ну я уже кстати говорил что это у меня для избранных я не собираюсь здесь толпу аудитории учеников собирать нет наоборот это для избранных я наоборот хотел бы разогнать дураков но чтобы собралось как можно больше умных то есть меня количество и подписчиков интересует с точки зрения сколько среди них умных тех которые меня понимают тех которые хотят понимать тех с которыми мы можем разговаривать на одном языке так вот я не буду я не буду вообще сейчас пытаться как бы оглядываться на аудиторию скажем так вы уж меня простите люди добрые это неправильный был путь я сейчас буду все больше больше говорить не делай как я и это главное я сейчас буду просто показывать как я работаю и рассказывать не о том как вам учиться не о том чему вам учиться о том как я это вижу понимаю и умею вот и если хотите быть художником то берите из этого не внешнюю какую-то сторону не материалы вот почему я не люблю говорить о материалах инструментов берите из этого мою философию данном случае этот блок все больше и больше будет становиться искусствоведческим философским кому это не нравится извините но при этом я знаю что даже ремесленники которые пытаются подхватить какой-нибудь хитрость или секрет тоже у меня здесь много очень увидят только я не буду больше потакать и вы знаете тут произошел такой случай меня обескуражил просто я был настолько обескураженный настолько у меня была женщина ну вот среди подписчиц я с ней очень много общался так лично индивидуально по поводу ну вот как раз рисование она пришла действительно можно сказать старушкой и с таким интересом ко всему к этому относилась так интересно комментировала все было нормально отлично да и до сих пор в общем-то у нас нормальное отношение я и дал несколько индивидуальных уроков где рассказывал о том как я вот делаю это как я делаю это потом она меня попросила по ее фотографии сделать акварель и это меня сильно насторожил вот думаю черт побери я тут рассказываю рассказывая рассказываю что настоящее искусство что я вот как я рисую она же просила научите меня рисовать как вы рисуете я вот поддался на эту уловку diligently рассказывать как я рисую она человек практичный говорит вот вам фотографии и нарисуйте可 посмотрю, как вы рисуете. И я поймался на эту уловку, я взял фотографию и по фотографии нарисовал. Правда, я там 10 раз оговорился. 10 раз оговорился, что это совсем не мой стиль, что я ненавижу рисовать по фотографии, что и так далее, и так далее. Но человек поплатил, кстати говоря, оплатил этот урок. Вот в чем дело. И деньги, как всегда, они вносят свой порочный вклад в любое дело. Я, ну, не то чтобы купился, ну, в общем-то, да, купился. Ну, не на деньги, а на просьбу, на желание человеку помочь, желание человека научить. И я сделал по фотографии картинку, сделал видео, как я это делаю. Там все объяснил. Причем по ходу рассказывал, что а можно сделать так, а можно сделать иначе, а можно вот так, а можно иначе. И что весь интерес, весь интерес работы, даже по фотографии, весь интерес, это поиск вот здесь, сегодня, сейчас какого-то нового хода, интересного, композиционного там, еще какого-то. И что я вот сейчас рисую, и не знаю, что получится по этой фотографии. И в этом, как раз, может быть, можно найти какую-то творческую часть этой работы. Что я все равно, даже по фотографии, я ее не срисовываю. Вот о чем я говорил ей. И всем говорю. Даже работая по фотографии, ну, если только это не специально какое-то задание скопировать фотографию, ну, когда сам работаю и использую каким-то образом фотографию, я всегда ставлю задачу, как нарисовать так, чтобы не было похоже на фотографию. Вот, понимаете, в чем парадокс. Все срисовывают, чтобы было похоже на фотографию, а я ставлю задачу, как так как использовать фотографию, чтобы никто не догадался, что я по фотографии рисовал. Уж если на то пошло, если уж мне приспичило, если уж мне кто-то за это платит деньги большие, хотя никто большие не платит. Ну, если вот нужда настала по фотографии работать, вот я так, так я ей и объяснял. Прошло некоторое время, и она мне с радостью вдруг присылает, что бы вы думали, копию моей картинки. Понимаете? Даже не копию фотографии, а копию моей картинки, которую я сделал по ее фотографии. Я был просто обескуражен, я был просто в шоке. Думаю, господи, ведь это абсолютно противоположное понимание тому, чему я пытался человека научить. Я пытался научить быть самостоятельным, вообще не работать по фотографии, не срисовывать, а искать свои собственные творческие какие-то ходы и нюансы. А человек, учась как бы у меня, совершенно ко мне относясь с доверием, с радостью вдруг берет мою картинку и начинает ее в один в один срисовывать. Надо сказать, срисовал-то она очень хорошо. Просто копия была моей картинки. Я страшно удивился, почти возмутился. Я сказал, нет, я больше вам таких уроков вообще не буду делать, давать. Я понимаю, что куда-то в другую сторону вы понимаете. Ну, сначала так рассердился, потом как бы понял человека. Но человек не знает, как учиться. Ну, правда, не знает. Все-таки от одной, двух, трех лекций, от просмотра моих видео все равно люди не совсем понимают, что это, как это, для чего я все это делаю. Короче, вот это было мое почти фиаско. Вы понимаете, вот это было недавно. Можно сказать, в конце, уже в самом конце моей педагогической карьеры я вдруг понял, что я, как педагог, в общем-то, и негоден оказался. То есть я не смог людям показать, человеку показать и рассказать то, чего я хочу. То, как я это вижу. Человек все равно берет только-только то, что он вот хочет, может, и как бы почти по шаблону. Ах, вот раз великий Олег Владимирович так вот нарисовал, то моя задача нарисовать так же точно. Знаете, в конце концов, да, в обучении, как упражнение, это вполне годится. Потом я вот как бы эту женщину, ну, не то чтобы простил, я ее понял. Думаю, ну, хорошо, может быть, на каком-то этапе, действительно, на начальном этапе копировать. Ну, и сам я, когда был маленький, наверняка копировал. Хотя вот не могу вспомнить я вот так, чтобы я просто копии делал. А, ну, я помню, когда я Айвазовского копировал, когда в перестроечные годы надо было выживать, торговать. То я, да и то я не копировал. Я как бы брал байкальские виды и, ну, волны там копировал, закат копировал с Айвазовского. Хотя это не были стопроцентные копии, это, как говорится, были компиляции. То есть берешь все помаленьку, там солнце оттуда, это оттуда, волну отсюда, помещаешь на фоне там байкальскую какую-нибудь скалу и пишешь Байкал на восходе, на закате. Люди там просто выхватывали эти, покупали, покупали. Но это было в 80-е, 90-е годы, вы меня простите. Мне до сих пор сейчас за это стыдно, я могу найти, даже где-то фотографии сохранились этих работ, которые люди покупали. Байкал написанный как Айвазовский. Когда мне говорили, о, вы как Айвазовский, а мне было, мне стрёмно было, стыдно. Вот, потому что я понимал, что, ну, как художник-то я здесь ноль, без палочки. Ну, может быть, с палочкой. Так вот, вдруг оказалось, что я еще и как преподаватель какой-то странный, или, точнее сказать, не ту аудиторию, что я беру, или не так это все объясняю. И вообще, вот, обучение по принципу «делай, как я», вот то, что сделала вот эта вот моя ученица, она восприняла мою, попытку мою обучать, как вот приказ «делай, как я». В то время, как я постоянно твержу, не делай, как я, не делай, как я, не делай, как я, давай искать новый ход. Ну, давай вместе будем искать. То есть, я готов учить, но на живом материале. Вот, то есть, давайте задачу, и вместе будем ее решать. Я на глазах у вас ее решу, но я решу ее по-своему. А вы можете параллельно попытаться найти свое решение. Вот в чем смысл обучения. Это работать рядом, может быть, рука об руку с мастером и воспринимать не его карандаш, манеру и как линию движется, а как он мыслит, как он ищет, какую форму для какого содержания. Понимаете, все гораздо сложнее. Я еще раз говорю, все на уровне философии. Итак, я, наверное, попытаюсь больше называть это не уроком, ничем. Вот проповедь, да, это может быть. Проповедь, да. Хочешь, принимай к сведению, хочешь, не принимай. А то, что я делаю, я больше вот как уроки не преподношу. Это действительно пусть будет, да. Ну, мастер-класс годится, слово годится. Пришел, молча нарисовал и ушел молча. Все. Умный поймет, а дурак украдет, скажем так. А я больше не буду ни на кого рассчитывать и никаких уроков особых давать не буду. Хотя, конечно, я, возможно, отказываюсь от достаточно большой части своих денег, своего заработка. Да, не такая уж она большая, не так уж много мне эти уроки оплачивают, потому что, ну, наверное, достаточно вполне того, что я даю и бесплатно. Ох, ну ладно. Вот примерно так. То, что я хотел сказать. Отныне объявляю уже громко мой принцип обучения, если это можно назвать обучением. Не делай, как я. И учить я никого не собираюсь. Да. Напоследок по скрипту. Действительно, мне пришло уже несколько, как бы, возмущений от учеников, так называемых, в кавычках. Хотя они мне ничего не платили, но они мне пишут в комментариях. Вы неправильно подаете материал. А вы не это показываете. Вы показываете, вы не то рассказываете. Мне делают такие комментарии, замечания. Неудовлетворенный какой-то вот такой вот. Бездер, ему, видите ли, вот то, как я что-то объяснял, ему не понравилось. Потому что вот, и он мне приводит в пример. А вот на других сайтах другие художники, там, фамилии называют, учат совсем иначе. А вы, типа, учите плохо. Можно подумать, что я его сюда звал, можно подумать, что он мне заплатил и теперь проявляет претензии. Нет-нет, дорогие мои. Все, я больше никого не учу. Я просто показываю и рассказываю. Вот принцип моих видео. Даже не хочу сказать уроков. Не делай, как я. Я просто показываю и рассказываю. Вопросы, да, могу ответить. Ладно. Как я всегда говорю, полушутя, полусерьезно, между прочим. Вопросы задавайте в мессенджере мобильного Сбербанка, как приложение к вашему Донату. Вот там можете задавать вопросы, я вам там с удовольствием отвечу. Буду ли я отвечать на вопросы просто так, брошенные здесь по ходу, не знаю. Во-первых, не все вижу, а во-вторых, не всегда есть время, и в-третьих, не всегда есть даже и желание. Просто так кто-то, незнакомый, пробегал мимо и просит меня рассказать о секретах. Нормально. Человек без имени, без фамилии, без лица, с каким-нибудь дурацким никнеймом. А я сейчас ему тут душу открою и все секреты расскажу. Нет, конечно. Если хотите что-то знать, я должен вас знать тоже. Правильно? Если хотите что-то получить ответ, ну, задайте вопрос нормально. С уважением ко мне, а я с уважением к вам. Всего вам доброго, люди добрые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин